Привет всем фанатам летающего медведя, а мы продолжаем серию модернизации этого замечательного аппарата. И на очереди у нас установка более качественного хотенда E3DV6 от компании Mellow Store, а также замена одностороннего обдува на более эффективный двухсторонний. В программе Autodesk Inventor я уже спроектировал крепеж для E3DV6 и несколько вариантов двухсторонних обдувов. Первый вариант это штатная турбина 5015 как у оригинала. Второй же вариант использует две маломощные турбины 40х10. И такое решение уже существует на сегодняшний день. Выглядит конечно симпатично, но при этом обрезает часть области печати, что для меня неинтересно. Ну и эффективность турбин тоже под вопросом. Третий вариант использует более компактную производительную турбину 40х20, которая отлично помещается и не урезает область печати. Прежде чем определиться окончательно с конструкцией головы медведя, я решил провести ряд тестов КПД самих турбин. В тестировании будет принимать участие как вентиляторы, так и турбины разных типоразмеров и мощностей. Для каждого из них я спроектировал сопла разной выходной площади сечения. Например у синих она составляет 522 мм квадратных и удалена от вентилятора на 50 мм. Замерять мы будем анимометром GM816, у которого такая же площадь сечения 522. А что касается зеленых сопел, то площадь сечения у них равна 75 мм квадратных и удалена всего лишь на 2,5 см. Точно такая же как у Сергея с креплением КРАБ для максимальной объективности. А теперь переходим к реальным замерам и для этого будем использовать следующие инструменты и девайсы. Для следующего проекта я купил такой же блок питания как и у медведя от компании НВВ на 350 Вт. И сейчас мы его также будем использовать. В ассортименте у нас три вида турбин. 50-15, 40-20, 40-10 и два вентилятора 40 на 10 и 30 на 10. Два набора коротких и длинных обдувов с разными сечениями. С помощью мультиметра проверим реальный амперметраж, а также уровень шума, программа и шумомер. Ну и конечно же скорость потока анимометром. Ну что ж, давайте начнем замеры с более слабой штатной турбины 50-15 от летающего медведя, у которой ток потребления составил всего лишь 0,05 Ампера. При этом уровень шума на расстоянии в 150 мм от анимометра составил в среднем 52 дБ, что тоже немало. Без сопла скорость потока составила 3,7 м в секунду. А вот с длинным соплом, у которого выходной диаметр 25,8 мм и сечением 522 мм квадратных, мы получили мощность воздушного потока ровно 4 м в секунду. А теперь поставим короткое сопло с выходным отверстием 16 на 4,7 мм. Это 75 мм квадратных. И мы видим, что при заужении мощность потока составила 3,7 м в секунду, но при этом сопло захватывает только третью часть лопастей анимометра. И об этом не стоит забывать. Для объективности давайте сравним с турбиной от МХ, которая потребляет чуть больше 0,1 Ампера. И по уровню шумности однозначно громче, работает в пределах 57 дБ. И как мы видим, она более мощная, выдает скорость 4,4 м в секунду без сопла. А вот с длинным соплом чуть меньше, 4,3 м в секунду. Но после установки зауженного короткого сопла мы получаем уже неплохой результат в 4,8 м в секунду. Следующий тест с турбинами от Креалити 40 на 10, который потребляет всего лишь 0,05 Ампер, хотя на них указана одна десятка. При этом уровень шума достигает 45 дБ. Без сопла мы получаем поток воздуха до 2 м в секунду. А вот с длинным соплом 2,3 м в секунду. Если использовать короткое сечение, увеличивается поток до 2,8 м в секунду. При использовании сразу двух улиток 40 на 10, шум возрастает до 60 дБ. Скорость 4,2 м в секунду. А если их объединить в один поток с помощью 50 мм сопла, скорость уже составит 4,3 м в секунду. А теперь протестируем турбину 40-20, которая по габаритам значительно меньше 50-15, но шире и выходное сечение в 2 раза больше. А вот если сравнить с двумя улитками 40 на 10, то она полностью идентична, как по внешним параметрам, так и по выходным сечениям. При этом потребляет только 0,1 Ампера. Но по уровню шума достигает отметки в 64 дБ. Без сопла выдают 5,8 м в секунду. А с длинным соплом с большим сечением, как ни странно, всего лишь 4,3 м в секунду. Но вот с коротким соплом скорость потока вырастает до 5 м в секунду. А теперь ради интереса проверим обычный вентилятор 40 на 10, который потребляет 0,1 Ампера и уровень шума 63 дБ. Без сопла он разгоняет поток средним до 4 м в секунду. А вот при установке длинного сопла может достигать 6,5 м в секунду. Но самое интересное оказалось использование короткого зауженного сопла, которое вопреки положительным прогнозам, наоборот, понизило мощность в 3 раза, до 2,3 м в секунду. Я перепроверил несколько раз и даже попробовал поток ощутить рукой. И правда, он стал дуть намного слабее. Получается, что внутри короткого сопла из-за заужения создаются вихревые потоки, которые гасят друг друга. И мы теряем мощность. У турбин, в отличие от горизонтальных вентиляторов, таких проблем, как вы увидите, совсем нет. Но давайте проверим еще и маленькие горизонтальные вентиляторы 30 на 10. Например, штатный шумный от летающего медведя, который потребляет до 0,05 Ампер. Но шума создает до 68 дБ. И на это многие жалуются. Но при этом он достаточно мощный. Без сопла выдает до 5 м в секунду. А с длинным соплом стабильные 5,2. Но как и в прошлом тесте, короткое сопло также снижает мощность потока до 1,7 м в секунду. Теперь ради интереса сравним с вентилятором от Mellow Store, который стоит на полноценном E3DV6, который мы будем однозначно использовать. Потребляет он также 0,05 Ампера, но при этом на порядок тише предыдущего, всего лишь 50 дБ. Теперь же проверим мощность потока, который составил без сопла порядка 4 м в секунду. А с длинным соплом стабильные 4,5 м в секунду. Но вот с коротким соплом так же не сложилось. Мощность упала до 2,3 м в секунду, как и с более крупным вентилятором 40 на 10. Это означает одно, что заужение сопла для таких горизонтальных вентиляторов является критическим. И потоки воздуха препятствуют друг другу. А теперь подведем итоги. Для этого я сделал сводную таблицу с наименованием, фотообразца, размером выходного сечения турбины или вентилятора, площадью этого сечения, током потребления, уровнем шума и тремя видами измерения потока. Без сопла, с длинным соплом большого сечения и с коротким соплом маленького сечения. Исходя из полученных данных, самым оптимальным, на мой взгляд, оказался вентилятор 40 на 20, так как он более компактный, чем 50-15 и в то же время имеет хороший запас мощности для реализации двойного обдува. При этом уровень шума можно снизить при необходимости за счет понижения оборотов слайсера Кура. И в то же время он будет по эффективности не хуже двух маломощных турбин 40 на 10. Но самое главное, он позволит сохранить область печати, что для многих очень важно. Что касается вентилятора обдува хотенда 30 на 10, то тут без сомнений лучшим вариантом будет вентилятор от компании Mellow Store от E3DV6. Он хоть и немного проигрывает в мощности штатному, но при этом он менее шумный и это очень сильно заметно при печати. Теперь я точно определился с выбором турбины и вентилятора обдува радиатора. И в этом мне помог научный подход. Так как в теории все выглядело по-другому, а на практике вот такие вот интересные результаты. Надеюсь, эти эксперименты вам также помогут дальнейшим выбором. А на этом я с вами прощаюсь. Сводную таблицу вы сможете скачать в нашем телеграм-канале 3D Help Chucha TV. С вами был Макс. До новых встреч. Пока.